Друзья, всем привет! Сегодня у нас интересный видеоролик по тому, как рассчитать виниловый сайдинг самостоятельно. Первое, что нам необходимо, это определиться с материалами, которые мы с вами будем считать. Для этого нам потребуется каталог сайдинга. В каталоге мы выбираем материал, который будем считать. Например, мы с вами будем считать сайдинг, альтопрофиль, канада плюс премиум. А также нам необходим будет замер фасада, потому что без точного замера мы с вами не сможем рассчитать нужное количество сайдинга и необходимое количество комплектующих. Расчет каждой стены необходимо делать по отдельности. Мы делаем расчет в специализированной программе для фасадов. Таким образом, у нас получается минимальное количество обрезков и всегда хватает материала. Раскладка выглядит следующим образом. Но также можно рассчитать сайдинг вручную. Именно этому и посвящен данный видеоролик. Учиться считать мы с вами будем на примере одной стены. Мы рассчитаем, сколько сайдинга нам необходимо, рассмотрим важные моменты и рассчитаем необходимое количество комплектующих. В каталоге можно посмотреть все необходимые характеристики данного материала. Мы с вами выбрали Канада Плюс Премиум. У него длина панели 3,66. Нас больше интересует длина панели и рабочая площадь одной панели. Чтобы было понятнее, я запишу эти характеристики. Площадь одной панели такого сайдинга 0,84 квадратных метра. А длина сайдинга 3,66 метра. Нам необходимо посчитать здесь следующие материалы. Сам сайдинг, стартовые планки, углы, завершающие планки или же профиль, стыковочные планки, финишные планки на окна, околооконные планки, профили для подсистемы, подвесы, утеплитель и гидроветрозащитная мембрана. Для расчета самого сайдинга нам потребуется высчитать площадь этого фасада. У нас здесь дом с фронтоном. Для этого нам нужно разделить фасад на простые геометрические фигуры, провести здесь условную черту, рассчитать площадь треугольника и площадь прямоугольника. Таким образом мы узнаем, какой у нас размер этой стены. Но хочу обратить ваше внимание на очень важный момент. Вот это замер стены, он 10 метров. Когда мы выставляем под систему для вентилируемого зазора, выравниваем стены, у нас размер стены немного увеличивается. Также, если мы добавляем утеплитель, стена у нас еще увеличивается. Соответственно, мы уже будем считать не по 10 метров, а чуть-чуть больше. Если у нас стена идет без утепления, то расчет стены мы увеличиваем на 10 сантиметров с каждой стороны, справа и слева. Допустим, нам нужно рассчитать с утеплением в 50 миллиметров. Это значит 10 сантиметров на подсистему и выравнивание стены, плюс 5 сантиметров на утепление. Это значит, что с каждой стороны у нас стена увеличивается по 15 сантиметров. То есть, фактически, у нас ширина стены не 10 метров, а 10,3. Далее мы с вами высчитываем площадь наших стен. Из площади необходимо будет вычесть двери, окна и другие проемы, так как они не закрываются сайдингом. Если мы здесь проведем условную черту, то высота фронтона у нас будет 3 метра, так как высота по фасаду 4 метра, высота в коньке 7 метров. Значит, фронтон у нас 3-х метровый. Посчитаем площадь вот этого прямоугольника. 10,3 умножаем на 4. Получаем 41,2 метра. Высчитываем площадь треугольника. Для этого нам нужно основание умножить на высоту и разделить на 2. Складываем площадь прямоугольника и площадь треугольника. 41,2, прибавляем 15,45. Получаем 56,65 квадратных метров у нас вот этот фасад. Отсюда нам нужно вычесть проем двери и проем окна. Дверь у нас метр на 2, это 2 метра. Вычитаем 2 метра. И вычитаем 1 квадратный метр окна. Получаем 53,65 рабочая площадь нашей стены. Зная эти данные, мы можем с вами рассчитать, сколько сайдинга нам необходимо. Мы знаем, что рабочая площадь одной панели сайдинга 0,84 квадратных метра. Рабочую площадь стены мы делим на площадь одной панели. Получается 63,8 панели. Но сайдинг у нас будет обрезаться в окнах, в дверях, будет подрезаться вот здесь наверху на фронтоне, будет подрезаться в стыковочных планках. И для этого нам необходимо заложить запас панелей 15%, иначе нам не хватит этого сайдинга. Прибавляем 15%, получаем 73,4, округляем до целых. 75 панелей сайдинга нам необходимо. Комплектующие к сайдингу идут трехметровые. Это мы можем с вами посмотреть в каталоге. Далее рассчитаем стартовые планки. Монтаж панелей у нас начинается со стартовой планки. Первая панель сайдинга у нас будет закрепляться в эту стартовую планку. Но хочу обратить ваше внимание на то, что стартовая планка подойдет только в том случае, если у вас нижняя часть сайдинга по уровню. Если у вас низ дома идет под наклоном, допустим, у вас там неровный фундамент, или еще каким-то образом вы себе стартуете панели, то вам необходимо использовать G-профиль. Так как замок сайдинга, который зацепляется за стартовую планку, он у вас будет срезаться. И в таком случае вам подойдет только G-профиль. Ширина стены у нас 10,3 метра. Стартовые планки у нас идут по 3 метра. Но здесь следует обратить внимание, что дверь у нас начинается от самого низа. И стартовая планка нам не нужна. Получается, мы вот этот метр с двери вычитаем из 10,3. У нас остается 9,3 метра. И вот эту уже длину мы делим на размер одной планки. Получается, 9,3 делим на 3 метра. Округляем до целых. Получается, 4 стартовых планки нам необходимо. Считаем планки угла наружного. Здесь у нас на фасаде мы считаем одну стенку. У нас нет внутренних углов. Но они также могут пригодиться. Угловые планки. Они у нас считаются по каждому углу дома, по его высоте. То есть, если брать самый стандартный четырехстенный дом, то мы высоту четырех углов складываем и делим на длину одной планки. И таким образом получаем необходимое количество углов. Высота наружных углов у нас 4 метра с одной стороны, 4 метра с другой. Складываем эти величины. Получаем 8 метров. Углы у нас идут также трехметровые. 8 метров мы делим на 3. И получаем 3 целых угла нам необходимо на эту стенку. Далее нам с вами необходимо посчитать завершающие планки или G-профиль. Завершающие планки. Завершающие планки у нас пойдут только по прямым стенам, там где у нас карниз. На фронтонах нам необходимо посчитать G-профиль. Вообще G-профиль это такой универсальный элемент, которым можно заменить как финишную планку, как стартовую планку. Допустим, опыт нашей компании мы на завершение всегда считаем G-профиль. На фронтонах я бы вам рекомендовал считать G-профиль. Он также идет трехметровый. Для этого нам нужно сложить вот эти две длины по фронтону и разделить на количество планок. 7,3 метра мы складываем с 7,3. Получаем 14,6. Делим на 3 метра. Получаем 5 завершающих планок нам необходимо на этот фронтон. На фронтонах их необходимо заменить G-профилем. Далее мы с вами считаем стыковочные планки. Стыковочные планки, они у нас подсчитываются по длине сайдинга. То есть на разную стену потребуется разное количество стыковочных элементов. Например, интереснее все-таки покупать сайдинг, который идет 3,6 метра, нежели 3. Так как стыковочных планок на трехметровые панели сайдинга потребуется больше. Стыковочные планки, они у нас располагаются по размеру сайдинга. Сайдинг бывает трехметровый, бывает 3,66. От этого мы с вами и будем отталкиваться. Длина сайдинга, который мы с вами считаем, Canada Plus Premium, идет 3,66 метра. Для этого мы длину стены делим на 3,66. Таким образом мы с вами получаем, что у нас будет 3 отсека сайдинга. Условно нарисую стыковочные планки. Если делать раскладку, то эти стыковочные планки будут видны. И можно расположить их следующим образом, чтобы это выглядело красивее. Но для расчета это нам пока что не нужно. Единственное, раскладка нам даст более точный расчет, потому что мы с вами точно не знаем, куда придется стыковочная планка. Например, если она встанет вот так, то мы можем вычесть длину вот этой двери. Но этого мы с вами делать не будем, так как мы считаем вручную. Мы понимаем, что у нас по фасаду пойдут 2 стыковочные планки. Мы с вами берем высоту стены и умножаем ее на 2. Так как у нас будут 2 стыковочных планки. Нам необходимо 14 метров стыковочной планки. 14 метров делим на 3. И получаем, что на данный фасад нам необходимо 5 стыковочных планок. Но если бы мы с вами считали по программе, мы бы могли увидеть, что стыковочная планка приходится на дверь и, например, на окно. То есть минус 3 метра как раз одна стыковочная планка. И в таком случае нам понадобилось бы не 5, а 4 планки. Далее нам необходимо посчитать финишные планки на окна и двери и околоконные планки. Считаются они по рабочему периметру окон и дверей. Например, здесь у нас по низу не будет ничего. По двум краям двери будет идти финишная планка и околоконная планка и по верху и по периметру всего окна. То есть мы получаем 2 метра с этой стороны, 2 метра с этой и метр сверху, 5 метров. 4 метра у нас идет по окну, плюс 4. Получается периметр вот этих необходимых планок у нас 9 метров. Но здесь стоит закладывать 50% на расчет оконных планок, потому что отделка окон у нас состоит из двух элементов. Это финишные планки и околоконная планка, которая будет вставляться в финишную планку. Если все правильно смонтировать и рассчитать, таким образом у вас не будет видно никакого крепежа. Все элементы будут скрывать друг друга. Почему делается запас на окна на 50%? То есть если брать наш пример, у нас идет метровое окно. Сама планка оконная, она выходит за этот метр на 7,5 сантиметров. И таким образом мы получаем, что планку мы отпиливаем не 1 метр ровно, а 1,15 метра. И это происходит и снизу, справа, слева, сверху. То есть по 7,5 сантиметров на каждое окно у нас добавляется. Плюс, если, например, у нас остается обрезок 60 сантиметров, не рекомендую вам его использовать. Лучше сделать из цельных оконных планок. Таким образом у вас не будет видно стыков на окнах, и это будет смотреться, естественно, красивее. Может показаться, что 50% запаса на окна это слишком много. Действительно, мы тоже так считали, когда начинали только работать, выполняли отделку. Но по опыту вам скажу, что в действительности оно так и происходит. Если необходимо сделать красиво, чтобы не было вот этих стыков, закладывать нужно именно столько. Если вы, конечно, хотите сэкономить, и вам внешний вид не так важен, то можно закладывать запасы и поменьше. То есть вы можете стыковать маленькие обрезки у себя на окнах, и вам нужно будет процентов 20-30 всего закладывать запасы. Но если делать, как это делаем мы, то здесь необходим, конечно же, большой запас. Периметр окон и дверей 9 метров мы добавляем 50% и делим на 3. Получаем таким образом, что нам необходимо 5 оконных планок. Финишные планки на окна и двери считаются аналогичным образом, но добавляется всего 10%, так как от них почти не остается обрезков. 9 метров плюсуем 10%, получаем 9,9, делим на 3, и получаем 4 финишных планки нам необходимо на окна и двери. Далее нам с вами необходимо рассчитать утеплитель. Утеплитель мы с вами считаем по рабочей площади стены. Соответственно, если нам нужно утеплять в 2 слоя, то мы вот эту рабочую площадь стен умножаем на 2 и высчитываем количество вот этих пачек. Утеплитель считается также по рабочей площади стены. Мы ее с вами рассчитали изначально. Здесь закладывать остатков почти не нужно, так как утеплитель используется весь, и даже небольшие обрезки можно применить на фасаде. Представим условно, что в пачке утеплителя у нас 10 квадратных метров. Мы берем рабочую площадь стены 53,65 и делим на 10 метров. В зависимости от того, какой утеплитель вы будете считать. У меня получилось 5,36. То есть утеплитель не продается распакованными пачками. Это будет в любом случае целые пачки. То есть получается 6 пачек утеплителя нам необходимо на этот фасад, чтобы утеплить его в один слой. Далее мы с вами считаем гидроветрозащитную мембрану. Мембрана у нас монтируется вплотную к утеплителю. И на мембрану закладывается запас 30%. Это для того, чтобы сделать перехлёст полотен. Плюс в тех местах, где у вас будет заканчиваться рулон мембраны, необходимо будет сделать еще один перехлёст. Для этого необходимо добавить 30%. Как правило, на мембранах имеются отметки перехлёста. Именно в этих местах и нужно сделать перехлёст. В инструкциях разных производителей указано, какой нахлёст необходимо делать. Как правило, он составляет 10-15 см. А гидроветрозащитная мембрана считается по рабочей площади фасада плюс 30%, так как у каждой мембраны идет перехлёст полотен. И именно на вот эти перехлёсты закладывается дополнительный 30%. Чаще всего мембрана идет рулонами по 75 квадратных метров. Бывают рулоны по 30 и по 35. Здесь уже в зависимости от того, какую мембрану вы будете покупать. 53-65 плюс 30% получаем 69 квадратных метров нам мембраны необходима. То есть путем нехитрых вычислений понимаем, что один рулон мембраны нам необходим на этот фасад. Также нам сюда необходимо высчитать подсистему. Под виниловый сайдинг шаг профилей по центрам составляет 40 см. Не рекомендую вам делать расстояние больше, потому что сайдинг в таком случае может прогибаться, и он будет ненадежно крепиться к вашему фасаду. Во всех инструкциях производителя указано, что под виниловый сайдинг необходимо делать обрешетку через 40 см. В данном видео мы рассчитывать подсистему не будем. Лучше сделать это в специализированной программе. Еще раз проговорю, куда мы считаем с вами металлические профили. Через каждые 40 см по фасаду. По периметру всей стены. По низу для стартовых планок. На углах под наружные углы. На фронтоне под финишные планки, либо под G-профили. По периметру окон и дверей под оконные планки. И по высоте стыковочных планок. Чтобы ничего не забыть при расчете, запишите себе шпаргалку, что вам необходимо посчитать. Необходимое количество панелей сайдинга. Первое. Стартовые планки. Второе. Наружные углы. Третье. Возможно понадобится еще и внутреннее. В зависимости от того, какой у вас дом. Завершающие планки. Четыре. Стыковочная планка. Пять. Околооконные планки. Шесть. Финишные планки на окна. Семь. Утеплитель. Восемь. Мембрана. Девять. Профили и подвесы. Десять и одиннадцать. Это все самое необходимое для выполнения отделки вашего фасада виниловым сайдингом и для его утепления. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok